всем привет и сегодня на канале в стране чудес мы с вами будем готовить запеченных фаршированных перепелов с картофелем в духовке для рецепта нам понадобится картофель зелень чеснок морковь естественно сами перепела соль сливки желательно 20 процентные специи сливочное масло и для фаршировки мне понадобится гавайская смесь запекать буду в специальных пакетах для запекания собственно ну а теперь приступаем приготовлению в начале перепелок нужно немножко замариновать солим добавляем сюда 3 зубчика чеснока потертого на мелкой терке у меня здесь килограмм перепелок чуть-чуть побольше они у меня небольшие бывают покрупнее вот в этот раз попались такие также сразу же сюда буду добавлять специи какие буду добавлять в картошку у меня вот такая приправа для картофеля специи добавлю совсем чуть-чуть самую малость совсем чуть-чуть чуть-чуть мои слова паразиты чуть-чуть так вот это вот все нужно перемешать так сейчас двумя руками сразу все это перемешать с чесночком хорошенько как вы видели специи я действительно добавила совсем совсем чуть-чуть не надо много так все это поперемешать еще чуть-чуть посолить чуть-чуть посолить перемешали чесночок уже дает свои ароматы и вот теперь очень интересный кому-то это может показаться странным но сюда мы будем добавлять сливки желательно 20 процентные не надо заливать их сливками до самых краев а вот так вот и вот это еще раз перемешать и поставить в холодильник ну на полчаса на часик естественно это тоже все перемешать перепела и так достаточно нежное мясо имеют мы же их не ловили на охоте да они специально выращивались но с помощью сливок во-первых раскроется аромат чеснока во-вторых мясо будет нежнее нежного так вот это вот теперь все отправляем в холодильник на полчаса на час если хотите в принципе если делаете с вечера можно даже на на час ставить но часа вполне себе хватает для мариновки а пока наши перепела маринуются в холодильнике подготовим картошку и морковку естественно их нужно помыть почистить и порезать морковку нарезаем кольцами и достаточно крупно режем картошку то есть вот так вот такие вот части этого будет вполне достаточно вот так так и вот после этого нам нужно будет масло половину пачки разделить от половину пачки нужно растопить в ковшике в среднем пачке идут 200 грамм где-то 180 иногда бывает меньше в общем масло нужно взять 190 грамм не 190 а 100-90 грамм и растопить в ковшичке или в кастрюльке если у вас есть маленькая и сейчас еще приготовим предварительно гавайскую смесь для нашей фаршировки гавайскую смесь уже в принципе она готова но тем не менее гавайскую смесь нужно посолить так и лично я в гавайскую смесь еще буду добавлять паприку молотую все вот так вот на глаз немного немного это все перемешается будет достаточно и сюда же я буду добавлять куркуму молотую переборщила маленько немного буквально на кончике чайной ложки и вот теперь вот это все нужно перемешать и только после этого хорошенечко тщательно все это перемешаем в принципе для полного счастья сюда даже можно добавить капельку растительного масла только с одной единственной целью чтобы это все хорошо перемешивалась так и вот теперь это все перемешать и потом будем начинять наших перепелочек хорошенько хорошенько тщательно все это перемешать маринованных перепелочек начиняем нашей гавайской смесью просто переворачиваем кверх тормашками и чайной ложечкой насыпаем туда гавайскую смесь ничего зашивать не надо утрамбовываем сколько влезло столько влезло вот по принципу болгарских перчиков вот так вот об и соответственно каждую птичку начиняем гавайской смесью в растопленное сливочное масло отправляем чайную ложку соли без горочки туда же отправляем чайную ложку специй для картофеля вот эту вот специю для картофеля туда же отправляем потертый чеснок два зубчика сюда же будем отправлять еще раз молотую паприку я на глазок насыплю ну опять же приблизительно где-то на кончике чайной ложки немного и теперь вот это все тщательно перемешиваем вот это вот обязательно нужно все все перемешать и теперь картошку и морковку отправляем в пакет для запекания отправили картошку с морковкой в пакет для запекания и теперь сюда выливаем вот это вот размешанное со спецами сливочное масло и все это очень тщательно перемешиваем. После того, как размешали картошку с морковкой и со специями со сливочным маслом нужно равномерно распределить картошку таким тоненьким слоем и дальше равномерно распределить наших перепелочек сверху этой картошки. Перед тем, как укладывать перепелочек на картошку, желательно пакет уже положить на противень, в котором вы будете запекать. Вот так вот штабелями уложили перепелочек. Теперь этот пакет нужно завязать и отправляем его в духовку разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Через 40 минут вынимаем наших перепелочек из духовки и заодно, кстати, можем протестировать вот такой термометр для проверки готовности блюд с Алиэкспресс. Протыкаем нашу перепелочку, одну из в области грудки и ждем, что покажет наш термометр. Температура должна быть не меньше 70 градусов. уже 75. И она растет. Так, даже 80. То есть наши перепелочки уже полностью готовы, но в некоторых местах они немножечко бледненькие, поэтому мы аккуратненько берем ножницы и разрезаем пакет вот так вот посерединке не до конца, аккуратно не ошпарится, чтобы наши перепелочки немножечко подзолотились. Так, я надеюсь, чтобы было видно, что я делаю, разрезала. Вот так. И ставим еще в духовку максимум на 15 минут. Прошло еще 15 минут. Наши перепелочки стали золотистые. Теперь их можно выкладывать на тарелку и подавать на стол. Подавать на стол перепелочек можно как с гарниром, который мы приготовили, то есть уже с готовой картошечкой. Вот так вот красиво. А также можно отдельно подать картошечку и точно так же можно отдельно подать перепелов. Допустим, где-нибудь на праздничном ужине каждый возьмет столько, сколько пожелает. Ну, или столько, сколько вы приготовите. Собственно, мясо перепелов абсолютно отличается от мяса курицы и от мяса индейки. Все, что вам нужно, это попробовать и сравнить, если вы еще не пробовали. Ну, а на этом сегодня все. Как обычно, всем желаю приятного аппетита, мира и добра и пока-пока!